Василий Генералов. Кето-диета. Есть жир – можно. Издательство АСТ. Москва. Читает Дмитрий Чумак. Предисловие. Автобиографичные. Мне 45 лет. Мой вес – 73 кг, рост – 174 см и индекс массы тела составляет 23,84. А еще два года назад я весил 90. Вес я начал набирать после 30 без видимых причин. Из спортивного парня постепенно превратился в пузатого дядьку. Теперь я могу сказать, что пробовал много разных схем питания. Некоторые не принесли никакой пользы, некоторые даже навредили. Я пытался использовать препараты для похудения, но они мне тоже не помогли. В результате я нашел подходящий рацион и добился значимых результатов в улучшении собственного здоровья. Сейчас я удовлетворен своим весом и физическим состоянием. Дневник своей трансформации я вел в социальных сетях, и это вызвало большой интерес. Люди стремились повторить мой успех и просили проводить мастер-классы по питанию для похудения и оздоровления. За несколько лет число приверженцев кето-питания сильно выросло. Тысячи людей по всей стране сбросили до 30 кг лишнего веса без голода, без избыточных физических нагрузок и без какого-либо вреда для здоровья. Эта книга – конспект моих мастер-классов. Теперь и вам доступны секреты по-настоящему здорового питания. Всегда ваш Василий Генералов. Я такой же, как и все. Моя история типична для многих. В детстве и подростковом возрасте я занимался спортом, был физически очень крепким парнем, мне нравилось мое тело. Я был уверен, что дядьки с отвисающими животами – это ленивые люди, которые просто мало ходят в спортзал и любят пить пиво на диване. Мой вес в 19 лет составлял 65-67 кг, а весовая категория в спорте, которым я занимался, была до 60 кг. За месяц до соревнований я начинал уменьшать калории, переходил на овощи со сметаной и творог, продолжал тренироваться по 2-3 раза в день, ежедневно сбрасывал 6 кг. Меня этому никто не учил, это были абсолютно интуитивные порывы и иногда после таких программ я замечал, что у меня появлялся запах ацетона изо рта. Тогда я и искал этому объяснений, а спрашивать было не у кого. Общий принцип, которым я руководствовался, чтобы похудеть, надо меньше есть и больше бегать, а если у человека лишний вес, значит он или много ест, или мало двигается. Действительно, такое правило до какого-то возраста работало, а потом перестало. Это потом для большинства очень понятный рубеж – около 30 лет. Когда я стал студентом и жил в общежитии, о каком-либо правильном рационе говорить вообще не приходилось, часто это был фастфуд советского времени, как в известной песне – бутылка кефира полбатона. Конечно, еще жареная картошка, которую мешками привозили с дачи однокурсники, и дешевые сосиски, и естественно макароны и пельмени, и я был в неплохой форме. Лифт в общежитии не работал, но я легко взбегал на десятый этаж, а иногда делал это десятки раз в день. Мой вес был 70 килограмм, а его колебания я связывал с изменениями мышечной массы. К рельефу и объемам тела у меня претензий не было. Ритм жизни был очень интенсивный – учеба, ночные дежурства и подработки. Поэтому в отношении еды у меня было простое правило – если еду надо готовить дольше, чем потом употреблять, то это неправильная еда. Как выяснилось потом, правила в общем-то верные, но как и в любом деле, важны нюансы. О них мы и поговорим в этой аудиокниге. После окончания института и ординатуры забот по работе стало еще больше, к тому же я женился и в нашей семье родился ребенок. На спорт уже не оставалось ни времени, ни сил, и частым ужином становилась пицца, заказанная на дом. В крайнем случае пельмени и вареники, заранее купленные в магазине, позволяли утолить голод. В ресторанах моей любимой кухней была итальянская, и предпочитал я спагетти и лазанью. В случавшихся поездках на конференции я любил в отелях позавтракать фруктовым салатом с обезжиренным йогуртом, выпить кофе с парой-тройкой круассанов с шоколадом. В 33 года я впервые услышал от одного знакомого в свой адрес шутливая Жарабас. Конечно, я отшутился, но стал думать, что произошло и где я упустил ситуацию. Вес был уже 80 килограмм. Объяснить это чем-либо, кроме снижения объема физической нагрузки, я не мог. Я надеялся, что как только снова начну ходить в спортзал, смогу быстро вернуться в прежнюю спортивную форму, а ведь в 20 лет я мог на обед съесть килограмм бананов на ходу прямо в машине. Иногда, заезжая к своим знакомым в кондитерский магазин, Зара смог заглотить 10 шоколадных батончиков и запить их колой. При этом тогда формы мои не менялись, физическая активность не снижалась, поэтому задумываться о своем здоровье поводов не было. Наоборот, батончики казались вкусными, а кола бодрящий. К 37 годам я уже стеснялся фотографироваться, а мой оплывший вид вгонял меня в депрессию. Весы уверенно показывали 90 килограмм. Пришло время что-то радикально менять в своей жизни. Закончив работу над докторской диссертацией, я поехал в летний отпуск в спортивный лагерь, где наравне с молодыми бегал многокилометровые кроссы и тренировался 3-4 раза в день по 2 часа 6 дней в неделю в течение месяца. Физически я прибавил, но вес и объем снизились не сильно. Максимум я сбросил 3-5 килограмм за месяц. Я успокаивал себя тем, что это приросла мышечная масса и вес не является индикатором здоровья. Конечно, это был самообман. Просто принцип «бегай больше» не работал и к новогодним праздником вес вернулся к 90 и снова пришлось перемещать пряжку на ремне в следующее отверстие. Но хуже было то, что здоровье таяло, как снег весной. Я заметил, как отеки ног по вечерам стали сильнее. Утром отмечал скованность в суставах, мне нужно было некоторое время, чтобы размять руки и ноги. Напомню, что у меня была и есть неплохая растяжка. Периодически я делал упражнения на гибкость и некоторые практики из йоги, однако суставные проблемы становились все очевиднее. Игнорировать тенденцию к ухудшению здоровья было уже невозможно. Я пробовал переходить на овощи, использовать дробное питание и увеличивать объем физических нагрузок. От отчаяния даже пробовал таблетки с похудательным эффектом с сайтов бодибилдеров. Результатов это не дало, а усиление метаболизма привело казнобы и нарушению сна. Я спрашивал совета, как похудеть и у своих коллег-гастроэнтерологов. Мне предложили препараты, замедляющие всасывание жира. Их я использовать не стал. Сейчас понимаю, что мой инстинкт самосохранения тогда уберег меня от ненужных экспериментов. Я невролог и знаю по практике, что некоторые противосудорожные препараты могут снижать вес без изменения структуры питания и увеличения физических нагрузок. Естественно, я стал тестировать эти препараты на себе. К сожалению, ничего кроме развития депрессии как побочного эффекта лечения в результате не получилось. Вес оставался прежним. Переломным моментом, который изменил мой взгляд на подход к собственному оздоровлению, стал трагический случай. От сердечной недостаточности в 56 лет внезапно умер мой близкий друг. Крепкий, здоровый, умный, активный. Эта неожиданная утрата заставила меня пересмотреть отношения к работе, жизни и здоровью. И я понял, насколько все неустойчиво и временно, а самое ценное, что у нас есть, это здоровье. И если я потеряю свое здоровье, то остальное будет уже неважно. К этому времени я уже знал о кетогенной диете, понимал принципы и технологию и более того, имел успешный опыт ее применения у своих пациентов с эпилепсией. Как экспериментатор, я решил использовать эту технологию в своем оздоровлении. Так я перешел на кето-лайфстайл, в дальнейшем КЛС, и живу в этом режиме уже несколько лет, ощущая себя активным и бодрым. Наверное, это самые комфортные годы для меня за последние 15 лет. Сегодня меня не раздражает шоппинг, я ношу майки размера М, не стесняюсь делать фото, а над ремнем моих брюк больше не нависают жировые складки. Дневник моей кето-трансформации выложен в моем фейсбуке. По мере погружения в тему, я расширял свои знания и совершенствовал технологию кето-лайфстайл, стараясь избегать ненужных ограничений и делаю эту систему адаптированной для повседневной жизни и легко воспроизводимой. Основная задача КЛС – нормализировать биохимические процессы в организме. Убери все, что мешает, добавь то, чего не хватает. Это и есть кето-лайфстайл. Причины увеличения веса Вес и форма тела – индикаторы нашего здоровья. При этом хороший человек и здоровый человек – это часто разные люди. Хороший человек может быть полным, полный человек не может быть здоровым. Избыточный вес – это не только косметическая и психологическая проблема, но и свидетельство нарушения метаболических процессов в организме. За повышением веса следуют прогрессирующие гормональные проблемы, снижение иммунитета, а дальше развивается длинный список заболеваний от диабета и поликистоза яичников до онкологии и деменции. Физическая активность при увеличении веса снижается. Нам становится тяжело согнуться и выполнить упражнения, быстро развивается одышка, сильно учащается сердцебиение. Амплитуда движения диафрагмы уменьшается, соответственно снижается объем легких и перестает хватать кислорода. Жир начинает накапливаться вокруг гортани и носоглотки, из-за чего начинается храп и остановки дыхания во сне. А храп означает перекрытие дыхательных путей и как следствие хронический недостаток кислорода в мозге. Сон при недостатке кислорода становится поверхностным, в нем нет глубоких стадий, мозг вообще не отдыхает. Люди с избыточным весом днем сонливы, у них снижается память, хроническая гипоксия приводит к нарастанию количества красных кровяных телец и гемоглобинов крови, стимулирует повышение артериального давления и сердцебиения.